сравнительный анализ техники бега до занятия и после тренировки как это выглядит сначала общая картинка и затем разберем это же самое замедленном повторе давайте вернем их той же самой позиции этих двух бегунов которые на самом деле один и тот же и начнем разбор с положения с чего мы начинали это наклон корпуса вперед он значительно выпрямился и здесь разница принципиально в том что вот тут человек во многом падал плечами конечно весь корпус тоже шел вперед но здесь него в основном вот эта часть падает я сейчас покажу как это вот смотрите когда пятка начинает отрываться и центр тяжести находится уже вне площади опоры то здесь явно плечи вот тут вот превалирует еще раз дальше посмотрим то время как вот тут вот в этом месте вот он центр тяжести здесь он вот здесь чем это плохо тем что вот чему это приводит и в этом принципиальная разница если мы посмотрим давайте левую ногу чтобы нагляднее было до пятка ставится на опору и сразу возникает очень сильное воздействие на и на опору и обратно здесь же она вот тут вот при постановке видите первичное касание на переднюю часть стопы и дальше стопа опускается если бы у него было были басы и ноги или кроссовки не с такой толстой подошвой это было бы гораздо лучше видно как стопа работает но все равно давайте посмотрим она ставится и уплощается я сейчас веду речь вот об этой фазе вот пока стопа загружается и уплощается происходит поглощение этого энергии удара приземление и все это происходит до уровня колена и до уровня бедра когда загружается широкая фасция в том числе у этого спортсмена было воспаление или у тюбиального тракта или широкой фасции бедра и это происходило от того что при таком ударе при этом при таком приземлении далеко впереди своего центра тяжести он оказывал такую сильную ударную нагрузку и возникало напряжение мышцы бедра в частности широкой фасции натяжителя который находится вот здесь и все широкое фасции резко натягивалось воспалял здесь же у него полная загрузка вот в этом месте возникает когда уже у него фактически находится в фазе центр тяжести находится в проекции опоры и здесь такого нет то есть нагрузка от возникающие от удара приземление она более плавно переносится на все структуры тела на суставы на мышцы и не является такой быстро растущей и вот признаком такого бега правильно является насколько он быстро подтягивает ногу здесь смотрите как далеко нога бедро и дальше разведение здесь угол после всего лишь одного занятия тренировочного у него существенно выше хотя шаги он делает короче если мы посмотрим вот посмотрите уменьшим виде сейчас по кадровым сделаю он сам себя обгоняет здесь шаги более компактные внизу он делает но тем не менее делать разведение больше вот и работа рук если здесь у него было вот такое помните обращал ваше внимание работа от этого до этого положения тут стало вот где рука и это такое дополнительно ко всем бонусом свободнее работа рук стало ну вот теперь надеюсь что с вами произойдет примерно то же самое за три месяца